Год был непростой, как и всякий год, наверное, у нас с вами. Он связан со множеством событий, конечно же, и политической, безусловно, но самое главное в нашей с вами повседневной хозяйственной жизни. Характеризовался он для нашей компании в первую очередь выполнением всех обязательств перед потребителями газа. И, конечно, наша компания, безусловно, справилась с этими задачами в полных объемах, поставив газ всем потребителям Кульской области. Мы реализовали в текущем году более 7 миллиардов кубометров газа. В том числе, как видите на слайде, около 6 миллиардов потребила у нас промышленность, около 800 миллионов населения и 600 миллионов предприятий жилищно-коммунального хозяйства. По объемам газопотребления наша область с вами традиционно входит в десятку крупнейших потребителей газа. связано это в первую очередь с развитием или насыщением промышленности нашей области с вами. А вот уровень оплаты за потребленный газ, к сожалению, у нас оставляет желать лучшего. И здесь традиционно у нас с вами в отстающих предприятиях жилищно-коммунального хозяйства. По состоянию на 1 октября 2012 года, то есть на начало отопительного сезона, задолженность составляла около 632 миллионов рублей. Тем не менее, отопительный сезон мы начали в установленные сроки во всех муниципальных образованиях нашей области. Это стало возможным благодаря совместной работе правительства Тульской области и руководству компанией «Газпром Нижерегион Газтула». Уже во второй половине 2011 года и в течение года уходящего нам удалось стабилизировать ситуацию с оплатой потребленного газа под предприятиями ЖКХ. Риск банкротства таких предприятий, прекращение бизнеса без погашения задолженности и запотребленный газ за минувший год стал значительно меньше. Вы помните, что и на предварительных пресс-конференциях, и в моих всех выступлениях мы с вами предыдущие годы как раз обсуждали эту тему, что у нас было достаточно большое количество компаний однодневных, которые прекращали зачастую свою деятельность и уходили с рынка с большими долгами. И вот эти долги, накопленные за этот период недобросовестными руководителями этих предприятий, составляют у нас за прошлые годы порядка 180 миллионов рублей. Работа по погашению этой задолженности продолжается. Я хочу здесь, конечно же, отметить конструктивную работу всех наших силовых органов Тульской области. Это и прокуратура области, и Следственный комитет, и УВД, и ФСБ, которые приложили максимум усилий для выравнивания данной ситуации. Результатом стало, что у нас возбуждено 6 уголовных дел. Два человека у нас по итогу находятся в федеральном розыске руководителей таких предприятий. Один бывший руководитель уже осужден.